Аварии, пожары, кражи и другие ЧП. Эфир телеканала ОТВ продолжает рубрика «Происшествия». В студии для вас работаю я, Елизавета Болдырева. Здравствуйте! И сегодня в выпуске. Горение происходило на полу, внутри комнаты. То есть локальный очаг был только в одной комнате. Житель Миаса не смог выбраться из горящего дома. В Еманжелинске вспыхнул храм. В Златоусте осудили многодетную мать. Житель Миаса не смог выбраться из горящего дома. Пожар случился в 4 утра. Увидев, что из окон идет дым, соседи вызвали огнеборцев. Те быстро потушили пламя. Однако уже к приезду пожарных хозяин был мертв. По словам соседей, 38-летний хозяин дома жил один. Жены и детей у него не было. Теперь в доме остался единственный жилец, пес-охранник. Не исключено, что хозяин дома мог отравиться угарным газом. Причины пожара устанавливаются. Горение происходило на полу, внутри комнаты. То есть локальный очаг был только в одной комнате. Само здание не пострадало. Внутри закоптились стены и потолок. По данному факту проверку ведет Следственный комитет. Покусились на святое в Еманжелинске. Неизвестные напали на храм введения во храм Пресвятой Богородицы. Ночью закинули туда бутылку с горючей смесью. Крыша вспыхнула мгновенно. Лист металла черепицы отогнут. Деревянные перекрытия обгорели. Оплавилась краска. Вот последствия ночного пожара. Мне позвонили, что горит храм. Ну, я, соответственно, собрался и прилетел. Когда приехал, уже очаг был потушен. И сказали, что... Думали, что при этом спиратке была электропроводка. А когда на месте уже, когда я вернулась, то нашли бутылку со смесью, которую забросили. И при этом оттуда возник пожар на крыше. Конечно, небольшое пострадание. Ну, как это, пострадала часть крыши. Поэтому сейчас вот ждем эксперта, который оценит это. Службам отверстие в крыше не помешает. Но если пойдет дождь, вода может просочиться внутрь. Пока закрыть брешь в кровле, планируют досками. А чуть позже, как только специалисты проведут оценку ущерба, отремонтировать крышу уже капитально. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества путем поджога». Злоумышленников, бросивших бутылку с горючей смесью, сейчас разыскивают. И может грозить до пяти лет лишения свободы. Десятилетний мальчик, пострадавший при взрыве газа в Челябинске, начал дышать сам. После 18 дней школьника отключили от аппарата искусственной вентиляции легких. Он может самостоятельно есть и пить. Тем не менее, мальчик остается в реанимации. Напомню, взрыв бытового газа произошел 20 июня в Металлургическом районе. Из-за мощной ударной волны не выдержала стена дома на втором этаже, амфолит за балкон. По маршевым лестницам были эвакуированы 10 человек из двух подъездов. На месте работали 80 спасателей и 23 единицы техники. Пострадали два человека. Десятилетний мальчик получил ожоги 80% тела. У его мамы 40%. Женщина скончалась в больнице. На трассе М-5 авария, в которой пострадало 7 человек. Там лоб в лоб столкнулись иномарка и отечественная легковушка. Тем временем в Ленинском районе Челябинска пешеход оказался под колесами такси. Подробности в нашем обзоре дорожных ЧП. Трасса М-5. Не разъехали с иномаркой и отечественная легковушка. На место выехали спасатели. При помощи специальных инструментов они деблокировали из лады двоих пострадавших. Всего в этом автомобиле ехало 5 человек. Одного из них и забрали на скорой. Остальные четверо тоже получили травмы. Еще двое пострадавших ехали в Хонде. Ленинский район Челябинска. По словам очевидцев, здесь автомобиль такси сбил пешехода. Мужчина якобы головой пробил лобовое стекло легковушки. По некоторым данным, на проезжую часть пешеход вышел на красный. На место приехали медики. Пострадавшего забрали на скорой. А Магнитогорский трамвай тем временем не разъехался с легковушкой. Скорее всего, водитель лады не пропустил электротранспорт, когда хотел развернуться. Информации о пострадавших пока не поступало. Магнитогорск. Вот из автомобиля выходит мужчина. Рядом с его машиной стоит тележка для продуктов, которую он решил отодвинуть. Но та покатилась. Едет прямо в автомобиль хозяина регистратора. Благо, автор видео немного отъехал, так что тележка прошла между припаркованными машинами. Обошлось без царапин. Снова город Металургов. По словам пользователей сети, с этого грузовика на ходу упали металлические ворота, которые он перевозил. Автомобили, ехавшие следом, успели остановиться. Положить груз обратно в кузов помогли очевидцы. Павел Зорин, ОТВ. Жительница Миаса провалилась в подвал поликлиники. Дама, видимо, не смогла удержать равновесие и упала с высоты трех метров. Понадобилась помощь спасателей. Вот та самая женщина вместе со спасателями поднимается вверх по лестнице. Во время падения дама травмировала руку, так что выбраться самостоятельно не могла. Спасателей вызвали ее друзья. Этой женщине тоже потребовалась помощь спасателей. Туристка отправилась в горы, но вывихнула колено. Дому садят на квадроцикл и везут ко входу в нацпарк. Там ее встретили медики. А житель поселка Первомайского Сергей Царапкин до Таганая, возможно, даже не добрался. 3 июля 28-летний мужчина вышел из своей квартиры. Хотел направиться в горы, но по дороге бесследно исчез. Доехал ли он до национального парка, неизвестно. Пропавшего разыскивает вся семья. С просьбой о помощи к нам в редакцию обратилась возлюбленная Сергея. Документы все остались дома. Ключи от квартиры тоже остались дома. Машина осталась во дворе, и он просто исчез. Раньше такого никогда не было. Он всегда, если он куда-то ездил, он ездил с лучшим другом. Общаясь с лучшим другом, мы разговаривали с ним. Я, отец, лучший друг говорит, что никаких проблем у него, ничего не было. Доехал ли он до Таганая, сел ли он в автобус в сторону Таганая, никто ничего не знает. Телефон был еще в зоне 3-го числа, но трубку он не поднимал. И с 4-го числа телефон просто выключен. А в Златоусте вынесли приговор многодетной матери Ирине Блиновой, которую обвиняют в мошенничестве. Дело в том, что предпринимательница набрала долгов без малого на полтора миллиона рублей. А вот возвращать деньги, видимо, не собиралась. Вот та самая женщина. Ей предоставляется последнее слово. Хочу попросить первую очередь прощения от этих девушек. Потому что мы пострадали, если мы призвали свою жизнь, расслабились. Я считаю, что я принесла приказание. Дама явно с трудом подбирает слова. Слезы не скрывает. Просит отпустить ее на свободу, к детям. По версии следствия, еще три года назад подсудимая направо и налево рассказывала о том, что она предпринимательница и для развития бизнеса ей нужны деньги. Возработал преступную схему кищения денежных средств граждан. В ходе знакомства с которыми используя доверительные отношения, обманывал, просил их походить кредит на свои имя права на их денежные средства вдруг. При этом сообщал им заведомо ложную несоответствующую действительность. Кредиты дама обещала выплачивать сама, но обещания свои не исполняла. Всего в деле 12 потерпевших. Каждому даму оставляла расписку перед тем, как взять деньги. Общая сумма долга подсудимой полтора миллиона рублей. Эту сумму женщина не вернула. Даму признали виновной по статье мошенничества в особо крупном размере. Назначили наказание в виде лишения свободы на срок 2 года, пишет штрафы без ограничения свободы с отбыванием. Наказание воспринимано в колонии общего режима. Наказание подсудимая еще может обжаловать. Котенка со сломанным тазом подобрала жительница Чебаркуля недалеко от города. По словам Ольги Остальцевой, малыш лежал возле дороги. Котенок не может двигать задними лапками. Малыш нуждается в помощи. По словам женщины, малыша могла сбить машина. Но есть и другая версия. Животные могли ударить люди. Пушистого отвезли в платную клинику. Там он сейчас находится на передержке. С ним работают врачи. Но сможет ли котенок ходить, неизвестно. Малышу нужны пеленки и корм. Если вы хотите помочь Пушистому, обратитесь по телефону, который сейчас на экране. Также можно перевести деньги на карту Сбербанка. Средства пойдут на лечение. Это все, о чем я успеваю рассказать. Будьте внимательны и осторожны. С вами была Елизавета Болдырева. Увидимся на телеканале ОТВ. А сразу после смотрите новый выпуск программы «Есть вопрос». Сегодня в студии Владислав Смирнов, начальник главного управления по труду и занятости населения Челябинской области. Разговор пойдет об уровне безработицы на Южном Урале. Редактор субтитров А.Семкин